сегодня разговор пойдет о мужчинах я тут как-то стояла в пробке на светофоре загляделась на прекрасно оформленную витрину пирожные калачи и бублики коржики пончики и задумалась а ведь это все ассорти типажей наших современных мужчин такая классификация наших любимых по типу хлебобулочных изделий вот например пирожные огромная с воздушным кремом посыпанная тертыми орешками на боку надпись сказка вроде все при нем сидишь и грезишь как бы хорошо вы жили если бы только он на витрине и съесть его не получится смотри со стороны и любуйся говорил мне мама что в жизни каждой женщины один раз обязательно должен быть такой мужчина сказка ну чтобы потом было что вспомнить они появляются на вашем горизонте внезапно и также незаметно исчезают оставляя шлейф сказочных воспоминаний и море слез этот типаж настоящий витринный житель и с этой витриной его домой и калачом не заманишь да кстати мужчина калач тоже типаж разберемся в ингредиентах калач это такое круглое изделие в виде кольца которые иногда свадебных ритуалах использовали может быть мы здесь услышим перезвон свадебных фужеров только всплывают в голове тургеневские строки о тертом калаче опытном видавшим виде мужчине он себе на уме не злой и не добрый это расчетливый человек который знает людей и умеет ими пользоваться а мой друг мишка так говорит никто никого не любит все просто обмениваются друг с другом недостающим не нужно стараться ухаживать с другими все равно лучше них самих им не угодишь получается вроде мягкий калач до эмоции по жизни растерял вроде хозяин в доме будет а радости в таком доме немного типаж третий мужчина коржик а что чем не вариант в меру рассыпчатый в меру толстенький да и грызть его из-под тяжка надо пока жена не заметила потому что мужчина коржик всегда оказывается безнадежно женат какой что-то аппетит типаж 4 мужчина пончик встречали таких кстати не обязательно чтобы он был за душевной комплекции он милый добрый но только друг такой друг друг по мелочи а еще он тебя смешить будет например придет в гости скажет я тебе торт принес как раз такой какой я очень люблю и даже не заметит что один его весь вечер ел потому что тебе такой не нравится он пожалеет тебя если надо и вместе в кино пойдет с тобой и посидит на коленях с попкорном который ты ему купишь потому что он в очередной раз кошелек забыл а потом вы домой пойдете ты к себе а он к себе вернее к маме ну которую расстраивать нельзя потому что у нее давление типаж мужчины баранка такой поджары на тыс техника без ума от автомобилей в каждой компании тамада но друзья для него важнее женщины а работа важнее семьи есть среди мужчин и такая разновидность лучше подружки мужчина похожий на пончик но только не сладкий и не соленый и не острый он такой пресный добротный не особо красивый малоразговорчивый его не видно он рядом и без него бывает как без хлеба точно этот типаж мужчины мужчина хлеб какой белый или черный да какой тебе захочется таким мужчиной хлебом может быть только глубоко любящий человек классно такого встретить только вот полюбит ли такого мужчину твое сердце ведь мышь принцессы и нам подавай принцев а принца в основном без сердца потому что принцессы без ума рано или поздно мы осознаем кто нам нужен для построения семьи но из наших ровесников уже некого выбрать все лучшие мужчины живут семье и не потому что им там хорошо по-разному у всех складывается а потому что они не могут бросить детей потому что им жаль свою уже стареющую жену потому что они готовы взять на себя ответственность и несут ее как крест через всю жизнь потому что они хорошие и даже если любят вас всей душой не смогут уйти из семьи вот ведь беда то одиночество в молодости недоразумение от которого нужно избавляться одиночество в старости закономерность которой нужно готовиться с возрастом мы перестаем ходить в кондитерские за пирожными попробовав пончики калачи и коржики начинаем ценить хлеб с которым каждый день твоя душа накормлена будет его любовью и щедростью его души а вам будет легко полюбить его потому что он дает вам себя они забирают у вас время молодость силы обернитесь вокруг может быть рядом где-то есть ваш хлеб мужчина того редкого типажа влюбленный вас давно и безнадежно он построил свою жизнь но вы его муза его королева просто не знаете об этом чтобы удачно выйти замуж или жениться скажу вам свой секрет я для себя вывела такую форму нужно сначала искать себе друга которого уважаешь настолько что можешь не побояться полюбить кажется сложно а на самом деле все просто любовь должна быть осмысленной тогда она будет долгой любовь рождает собственное сердце а не человек которого мы хотим полюбить лилийте внутри себя свои симпатии аккуратно превращая их в влюбленности радуйтесь каждому признаку возникающего уважения и крепнущий день ото дня привычки быть рядом и чувствовать себя счастливым только в роли половинки дорогие женщины любите медленно вкушая рождение этого чувства не торопясь тогда эти пожи мужчин не будут представлены в вашей жизни так ярко они не будут выделяться на витрине жизни своими характерными чертами ведь любовь смягчает умиротворяет она даже умеет творить чудеса именно поэтому иногда хлеб становится вкуснее пирожного а коржик с калачом и пончиком превращаются в отличных мужей именно для вас мы сегодня посмеялись над собой нет не над мужчинами перечисляя их типажи мы поговорили о том как может восприниматься чужой мир если мы торопимся любить если мы не успеваем разглядеть друг друга неважно как выглядит ваш мужчина неважно что из себя он представляет для других главное чтобы вы найдя друг друга не торопились пройти этот путь через влюбленность страсть к осознанному глубокому чувству основанному на огромном количестве взаимных привлекательностей привязанностей любовь спокойней влюбленности потому что глубокое чувство одного человека к другому не возникает за одну ночь у нас сейчас расчет душа и типаж Hello gi зрitń бог да они обрач у Europe